Ты ухуел? А тебя напрашивается еще где-то Г. Страдания и грусть. Мало холодник, да теплый. Очень нежное ухо. Ну, я как иностранец тоже этого накупил. Ну и что? Ухуел и ухуел. Друзья, я блогер. Мы едем по Минску. Красиво. Проспект по независимости. Чистота, красота. Потрясающая машина. Я в Москве таких машин не видел. Единственная проблема, что нам меняем машину 3 раза в день. Все лучше, лучше и лучше. Я просто у нас требую, потому что ночью. Потому что попахивает бенки. Ну, мы уже сто раз с тобой, да, снимали эту сухую выдержку мяса, которая, цель этой выдержки является разрушение мышечных волокон, усиление естественного вкуса мяса без процесса маринования, придающий мясу вкус маринада. Это происходит благодаря ферментации и биохимических реакций, в результате которых мышцы... Какая-то тарабарщина, Вадим. Добрый вечер, Михаил Александрович. Приветствую еще раз. Добрый вечер. Вадим, вот я все сейчас... То, что вы тарабанили, да, то сейчас у вас и получается перед вами. Сколько времени выдержано это у нас мясо? Именно вот это мясо выдержано 36 суток. А я сейчас... Ну, это делается, чтобы... При температуре получается от плюс одного до плюс трех. До плюс трех при влажности 72%. И это разрушает мышцы, оно становится... Да, получается жир переходит в мышечную ткань. Более мягким. Да, и мясо получается более такое суховатым. Но при том, при всем вкус... Но вкус усиливается. Усиливается. И усиливается настолько, что действительно кушаешь мясо, если, например, брать кусок обычный и кусок вызревшего, то сравнение, конечно, не лежит. Потому что даже по цвету... Усиливается вкус. Там еще какие-то бактерии я прочитал. Бактерии, да. Потому что нам противно. Противно. А все думают, о, бактерия, бактерия, значит, не будет кушать. А то, что потеря до 60% веса происходит... Да, это происходит, конечно, потому что... Усушка, утруска. Усушка, да, утруска. Поэтому эти трубы не дешевые. Ну, еще бы столько терпеть. Ну, это 36% это этому куску. А бывает и больше 80% и больше 90%. Вот я считал, что рекорд, знаешь, есть 30, 40, 60, 90. Известный на сегодня самый длительный срок выдержки говядины составляет 420 дней. И что с ней случилось потом? Ну, по мнению экспертов, это мясо уже больше подходит как ингредиент для блюд, а не отдельное блюдо, поскольку имеет через чуз резкий вкус и аромат. Ну как, мы вам перебили аппетит, да, тухлятенько? На самом деле, а кстати, что это за мясо? Так, это шорт лойн с С-образной костью. Это мраморное мясо. Откуда родом? Брянск, Мираторг. На сегодняшний момент из того, что как бы есть на рынке России, это одно из лучших ведущих производителей этого мяса. Ну, я лично не люблю Мираторг, но вполне может быть, что... Ну, многие, я знаю, что многие как бы говорят, что Мираторг... Выдержка ему дала что-то, чувство гордости. Что все самое вкусное в Беларуси, а в данном случае это российское, втеляет в меня надежду, что конкретно этот кусок хороший. Да, но это не говорит о том, что мы продаем здесь только российское мясо. Естественно. Мы продаем и свое собственное... Значит, за время выдержки из него выходит Мираторг. Он Мираторгает. То есть, да, он уже получается не российский, он уже получается белорусский. Да, он дышит белорусским возрастом, Мираотачивает. Да, да, да. Ну, можно так сказать. Фух, обошлось. Обошлось. Так, тогда будем готовить. Да. Что мы будем делать из него? Стейк. Стейк. Только вы мне скажите, какая прожарка? Какой вам гарнир? Ну, я предпочитаю без гарнира, мясо-мясо. А мне рер. Но Илья любит... Он всегда, когда мы где-то приходим в ресторан, и мне даже стыдно за него становится. Потому что вот так подходит, какая прожарка. Он говорит, very well done. Very well done. И люди падают в обморок, выносят. Я представляю, что творится на кухне. Да, ужас. Поэтому будем делать вкусное мясо. Будем вкусное. Давайте на мое усмотрение. Да. Желаю вам удачи. А я посмотрю. Туда нельзя, да, заходить? Да, туда нельзя, потому что там, как видите, огонь открытый. Ужас, я боюсь огня. Я буду смотреть отсюда, с вином. Ну вот. Вот. А мы сейчас его доводим до готовности. Ну, если состояние Ре, то у нас получится сейчас где-то примерно 5 минут. Ну, наконец-то. Да. Вот, Михаил Александрович, смотрите. Сейчас же, Вадим, сейчас же никто не начинает есть, пока не сфотографирует. Ну, да, потому что все вот сейчас в последнее время садятся не с ножами и сфилками, а с телефонами. Черт, у меня, я пытаюсь сфотографировать, а у меня Илья в кадре. И уже красивого мяса не получится. Что, такой маленький кусочек или большой Илья? Вот так вот, хорошо. Ну что, сколько минут оно? Ну что, пробуйте. Сколько минут оно? По времени 5 минут. Смотрите, аккуратно, там Т-образная кость. Ой. Так. Ну, я думаю, что то, что вы соль, перец только отдельно, потому что мясо не солится, не перчится. Ресторан-то называется, я же не сказал в трепете, ресторан называется Wood and Fire. Правильно. Это дерево и огонь. Мясо-огонь. Вот вообще мироторх не чувствуется. Кому-то хорошие. Чистая грусть, да. Ну, разница, да, получается, ощутимая между обычным... Нет, ну, конечно, это выдержанное мясо, оно того стоит. Совсем-то другое, да. Я еще попробую. На самом деле... Пожарка удалась? Пожарка по мне идеальная. Крови я не вижу, но... А крови здесь никогда не будет, потому что... Потому что она вся засохла. Да. С годами. Прекрасно. Илья, ты не сможешь это есть, потому что оно сырое. Если попросят доделать его, да, довести до готовности. Вел-вел-вел, да? Провернуть и сделать котлетку. Так. И вот снова Вадим и снова... С чем-то. С чем-то не слышно. Карпаччо из копченого медведя на горчичном соусе с сыром пекорино и рукавой. Как это звучит? Медведь российский? Естественно. Правда? У нас медвежек нету. Наш медведь, мы будем... Хорошо. А что, я не без предрассудов. Я буду пробовать. Лишь бы не... Ну ладно. Подкопченый немножко, да? Про медведя не говорят. Нежнейший медведь, да? Ну почему? Ну все знают, что он... Свирепый медведь. Свирепый и жесткий. И жесткий. А здесь он... Подкопченый и... И мягкий. Мягкий, да. Очень хороший медведь. Съедобный. Так. Это все илья ест. Он ему от медведей за уши не оттащит. Так, еще одна наша фирменная закуска. Ой. Тартар трио. Мраморная говядина, олень и белорусское мясо. Медведей, надеюсь, здесь нет? Здесь нет медведей. Сырых медведей не едят. Они жесткие. Жесткие и злые. Да. Горчичный соус, гренки. Обычные и гренки с сырным. А это разные какие-то... А это как добавки. Получается у нас каперсы, лук, маслины и корнишоны. Прекрасно. Буду пробовать чистое мясо. Это чистое мясо. Здесь нет ни соли, ни масла. Масло только чуть-чуть заправляется. А вы же вообще экологически чистые. Вот у нас Жужа летает сейчас над вами, наш коптер. Она показывает, что вы сверху похожи на листик в ваше заведение. Экологически чистые. Это поэтому, да? Ну да. Волшебно, волшебно. Должно все сочетаться. Волшебное мясо. Смотришь, смотришь. Вы мне напомнили... Провал, Илья. Я не сфотографировал. Как жить? Еще фирменное блюдо. Получается паштет из оленя, паштет из кролика и паштет из печени олена. Олень, печень кролика и... Нет, олень. Олень. Печень оленя и кролик. Кролик светлый, печень вот эта вот, а это олень. Такие подробности прям неловко, но... Но надо пробовать. Да. Есть люди с тонкой душевной организацией, такие как я, которым это немножко может казаться уж слишком, но... Это съедобно. Это все съедобно. Давайте подытожим. Очень важна ценовая политика. Сколько стоил этот рибай? Как вы говорите, в рублях? В рублях я умею переводить на российские рубли. Саш, иди сюда. Я никогда не предъедавал на арифметику. Это на 40 рублей за 100 грамм? Да, 40 рублей умножить на 8. Да. 8 и 4. 3 200. 3 200 умножить на 3. 9. 9 тысяч. Уже выросло. Мне стыдно за мою команду. Никто не умеет читать. Это уже 9 тысяч. Правильно, на 3 умножаем. Даже с хвостиком. Ну, 10 тысяч. Считай, 10 тысяч рублей оно стоит. Мясо. Мясо. Все. Где? Я его съел. Нет, на самом деле сейчас принесут. 800 грамм? Да. Но там уже не 800. Я отъел грамм 7. В общем, съедобно. Не могу сказать, что дешево, но оно и не может быть дешево. Но вызови мясо не может быть дешевым, потому что все-таки... Мясо стялялось при этой температуре. Но оно вкусное. Вот это я могу гарантировать, что съедобно. А сейчас пробуйте это, потому что это вообще неслыханно. Ваше здоровье. Прекрасно. Ваше здоровье. Wood and fire. Посмотрите, посмотрите, какие там мухинцы стоят. Ну, вы, наверное, знаете, что мухинцы – это рабочие и колхозники. А какие витражи? Серпа, колосья, рушники. Ум. Ум. Партия, помните, была? Партия, ум, честь и совесть нашей эпохи. Здесь ум. Хотя напрашивается еще где-то Г. Чтобы не только говорить про несъедобное, несъедобное – это лен. Знаменитый белорусский лен. Правильно я говорю? Да, обладающий бактерицидными свойствами. В нем очень много бактерий. Нет, в нем нет бактерий. В нем нет бактерий. Они не размножаются. Просто живут и не размножаются. Стерилизованные бактерии. Да, стерилизуют полностью. Но Лариса сказала, что самое правильное – это полотенца из вареного льна. Да. Они обладают еще массажным эффектом. И мало того, что там живут правильные бактерии, они еще массируют тебя. Там живут более правильные бактерии. Тебя нападает бактерия и массирует. Где? На самом деле, где? Вот уже, вот, я купил. Да? Смотрите, я купил пледики. Ну, вон, Саша, посмотри, они висят. Пледики из чистого льна, да? Да. Челе, чистый льняной. И купил, и они будут доставать. Ну, а вот. Ну, вот, я такие же. Вот, я купил вот это. Это 85% льна и 16% хлопка, да? Сколько стоит? 31 рубль. 900 рублей. Это 21 рубль. Это разница. 600. В зависимости от толщины ткани. И типа он впитывает все, массирует, не сравнится с махром, и все иностранцы приезжают сюда покупать. Ну, я, как иностранец, тоже этого накупил. А Илья ищет скатерть. Хотя скатерть, и на каждом углу в Москве намного дешевле, лучше качественно. Ну, смотри, Буратино, сними, который лопухнулся, снял, купил за бешеные деньги льняную скатерть. Да, мы пришли в ГУМ не только за льном, а вы помните прекрасно нашего друга, господина Помидорова? Он говорит, что самое лучшее из худших столовых находится на четвертом этаже ГУМа. Они мало кто знают. Ну, мы-то узнаем. Пошли. Это столовая, знаменитая ГУМовская столовая. Надо что-то съесть. Давай холодник. Вот он, холодник по-мински. Рубль. Это 40 рублей, да? Может, его и попробуем, потому что сравнить с высокой кухней. Вот это я обожаю. Мясо по-французски. 3,68 – это 100 рублей. Ну, да. Но обычно мясо по-французски – это ад. Знаешь, что такое мясо по-французски? Когда берется жесткое мясо, заливается луком и майонезом и тушится годами, чтобы его реанимировали. Я из принципа возьму мясо по-французски. Нам один… Это вам. Да, нам вот мясо по-французски и 5 холодников. Да. Ну, вот какой еще к нему гарнир? Ну, это же шедевр самого совершенства. Даже грибы там, по-моему, присутствуют. Да, вроде бы есть. Ну, по-моему, это именно то, о чем я говорил, но тем слаще будет дегустация. То есть, 40 рублей – это вот мал холодник, да дорог. Так, раз уж это бесплатно. Бесплатно? Я тогда себе много платно. Не буду я брать горчи. 5 холодников и мясо по-французски – 9,50. 285 рублей. Очень дешево как-то получилось. Вы не ошиблись? Мясо по-французски… Ну, оно, по-моему, рубленое. На самом деле, нежнейшее. Если это не рубленое, то как-то им удалось его победить. Пробуйте, ребята. Это… Илья, давай на тебе проверим. Какой у нас? Ну, говядина. Нет, это рубленое в салоне, что вы хотите. А этот холодник вполне хороший. А? Холодник хороший. Только единственный у него легкий минус – он не холодный. Ну да. А так холодник. Ты нашел их? Охренеть. По-русски? Ну? Не перевели еще. Где бы мне… Там много их. Где? Пошли смотреть. Вот так. А, смотрите. Умара двоечника. Теперь только в Беларуси. Подписывайтесь на наш канал «Съедобные-съедобные». Вам больше ничего не остается делать. Это теперь не только в Беларуси. Никому это нахрен не нужно. А беларусы… Да они тоже не покупают. Ужас. Ужас. Вот тебе и бабушка и Минск. 40 градусов на улице. Кто же мог предположить? Мало того, что 40 градусов на улице, еще постоянно в тебя вливают по 40 градусов внутрь. Здесь очень вкусные, но крепкие всякие самогоны и настойки. И вот в жару единственное, о чем мечтаешь, это о холодном пиве. Боже мой, Илья, мы с тобой прямо во дворике… Вернее, ты уже во дворике пивного ресторана, а я стою рядом. Как мы с тобой это не заметили? Пойдем внутрь и выпьем холодного пива. Здорово мы так с тобой придумали. Все мы дурим, и никакие не 40 градусов, но пива действительно хочется. Ребята, я в потрясающем месте. Пивоварня называется «Ракуйский бровар». Здесь варят самое знаменитое в Белоруссии пиво. Это что такое? Это настойки. Традиционно мы начинаем с них. Вот с чем мы начинаем. Здесь все подписано. Вы мне все испортили. Я хотел про пиво говорить. Смотрите, я играю, как будто радуга. Какие же они… Это… Хреновуха, перцовка, клюковка, сладкая малина, лимонная, старка, что-то еще. Девушка, девушка… Так, где она? Вот эта? Угу. Это пряная малина и черная смородина с имбиром. А кто-нибудь пробовал играть на этом, как на флейте? Знаешь, это все еще. Сколько стоит такой набор? Тридцать один двадцать. Тридцать один двадцать. Само уже… Мне Сашку даже не нужен. Это девятьсот тридцать рублей. Шестьдесят копеек. Шестьдесят копеек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь. Дудук. Белорусский дудук. Восемь дырочек. Если дудук – это страдание и грусть, то это радость, а грусть потом. Все, про пиво мы ничего не будем говорить. На этом мы и закончим посещение этого заведения. На самом деле, конечно, это пивнушка. Да еще какая! Действительно, вот это пиво, да? Грибная. Опять… Вот они, красавцы, пивы. Как по-белорусски есть множественное число пива? Нет. Пивы. Будет. Будет? Значит, первая пивоваренная история в Белоруссии, да? Первая такая вот пивнушка, где варят свое пиво. И знаете, что это здесь было? Когда-то в конце девятнадцатого века здесь была синагога. Потом евреев отсюда… Евреи ушли и открыли здесь кинотеатр. Потом кинотеатр закрылся, что-то еще было какое-то… В общем, ближе к пиву. Потом в девяностые годы здесь открылась вот эта пивоваренная история. И говорят по отзывам, что это самое вкусное пиво. Особенно вот это. Это как называется? Старовилецкое. Старовилецкое. Старовилецкое темное пиво с карамельным привкусом. С карамельным привкусом. Ну, потрясающе. А вы взяли, Саш, пиво… А это какое они… Это грошовое пиво. Это самое легкое пиво. Грошовое взяли пиво. А у меня вот блестящие на солнце старовинецкие. Какая же… Ухо… Хорошо. Это мы обсудим. А какую ноту из этой палитры, вы думаете, надо использовать с ухом? По купу я вам могу предложить с принадлуху, наша фирменная настойка. Думаю, вы правы. Да. Спасибо. Спасибо. Ухо. Ухо. Дряблое ухо. Если бы обитатели старинной синагоги сейчас видели это, что стало с их молельным домом. Дряблое свиное ухо с хреноухой. Ну и что? Зато… Зато съедобное. Очень нежное ухо. Иди это. Сашка, ты… Что это? Ты… Ты ух… Ты уху ел? Ухо ел? Ухо такое… Ухо. Вот такая миниатюра, разыгранная артистами Музычно-драматичного театра Белорусской Республики, страны Минска, города Минска. До этого я только уху ел. Уху ел? А это ухо? Может на бис скажи? Я могу сказать, что я ухо ел и уху ел. Еще раз скажи, на бис просто скажи, ух какой ух. Ух какое ухо ел. Ух какое ухо. Ну, достаточно. Это что? Бетонка с куриными подрожками, пожалуйста. Так, у нас палитра наша тает. Что бы вы порекомендовали из оставшегося? Что гармонирует, на ваш взгляд? Старкуч. Где она? Вот эта? К сожалению, ее уже нет. Могу привезти? Да. 50? Да. Каждому. Ну, осталась только ложка. Это какие-то запеченные потрошки в сметане. Я такого никогда не ела. Я знаю, потрошки грузинские кучмачи называются. А это, я не могу ложкой есть. Ты ешь, когда-нибудь это никто не ест. Не видит, да? Кабаски забиты. Ух ты. Кстати, я совершенно забываю, я так нахватался всего. Что почем? Кабаски в июне 15 рублей. 450. Я перевожу сразу. А уши? Ухо? Все свиные? За 100 граммов? 104,50. А у нас прямо вот ухо сколько? Ухо примерно было где-то 200. Где-то 200. То есть 9,9 и 3, 270 рублей. Да? Да. Ну, остальное уже понятно. Все. Какую ноту из нашей... Из того, что есть? Здесь было бы неплохо клоковка. Праздника. А это что? А это малина. Малина на джине. Прокопка на водке. Приятного аппетита. Спасибо. Ммм. Джиновая. Попробуй. Джиновая малина. Это вообще чума. Бигные пончики. Что это? Бигные пончики на нашем темном пиве. Старовинецкое. А из чего? Они из муки просто? Да, мука, корица и пиво. Прекрасно. Сколько стоит? 6,90. Семью... А? 210 рублей. А? А там еще... Это что? Крем? Это сливки. Убитые. И где теперь эти? Это Саша. Едовый сурок и шоколадный соус. Ну, к нему в Старовинск, но это прям совсем стадик. Будешь пива? Не будет. Тогда убирайте пончики, если он не будет. Не будешь пива, не будешь пончиков. Все. О, б fim! О, б о! О, б о. О, б о, б о. О, б о. ог, рас. Продолжение следует...